Ну что, друзья, мы с вами в прошлом выпуске очень неплохо обзавелись вот этой виверной. Я, честно говоря, немножечко психанул и решил прям сразу форсировать событие. И вот здесь у нас прямо рядом с базой... Сейчас, секундочку. Здесь у нас прямо рядом с базой ходит альфа-паразавр. Приручать я его, честно говоря, не хочу, я его хочу просто загрызть, чтобы немножечко ещё прокачать виверну это раз. А во-вторых, нам нужны с вами вещи, нам нужны всякие разные шкурки и прочее-прочее. Естественно, нам с вами нужен прайм-хитин. Прайм-хитин добывается здесь, ну, например, с прайм-скорпионов, если они есть с прайм-черепах, я, честно говоря, даже не помню. Ну, с альфачей, естественно. Мега-невру забиваем. И ещё мы прайм-хитин можем с вами добыть, если не ошибаюсь, с альфа-каркиносов. Поэтому я как раз в этом выпуске предлагаю заняться сбором прайм-хитина это раз. А также прокачкой. Нам нужно прокачать виверну как можно сильнее. То есть сейчас у неё 77 уровень, ещё довольно-таки низкая. И, естественно, я хочу начать строить базу из стимпанка, модификации стимпанка. Но для этого нам нужно прокачаться на 80 уровень. Здесь будут две бурильные установки. Вот они просто закрыты пока что. Эти бурильные установки будут добывать камень, металл, кристаллы. Это всё, что нам как раз нужно будет для создания базы. То есть благодаря этому у нас с вами появится огромное количество свободного времени. Формить абсолютно не придётся. Мы с вами спокойно сможем строить себе базу. Так, секундочку. Альфа-сабертуса забили. У нас здесь маленькая бутылочка опыта. Продолжаем качать виверну. Вовсю продолжаем её качать. Плюс киблы. Киблы подъехали. Чё-то я не обратил, честно говоря, внимания. Сумка. Да, сумки нет. Смотри, если не ошибаюсь, альфа-диадон. Хотя, может быть, просто такая раскраска. Но мне кажется, альфа-диадон. Да, это альфа-диадон. Замечательно. Гасим. Выдохом ему больше всего урона наносим. Так что просто гасим таким образом. Меня он особо прошибить не может. Хотя кровотечение кладёт. Секундочку, кровотечение. У нас для этого есть молоко виверны. Всё. Кровотечение больше на нас не действует. Замечательно. Сумочка. Я сумку не собрал. Секунду. Есть. Синяя винтовка. Красные хитиновые штаны. Просто шикарно. Так. Мы с вами потихонечку начинаем приодеваться. Но по-прежнему не собрали то, что нам нужно. Так. Плюс ещё тебе урон в ближнем бою. Что я вообще могу скинуть? Что мне добавляет лишний вес? Например, вот эти вот синие... Синие кирки. Вот эти вот золотые топоры. Всё лишнее долой. Вот эту синюю. Вот это всё долой, долой, долой. Это нам всё не нужно. У нас сейчас с вами 111 прям хитина. Нам нужно гораздо больше. Нам нужно с вами гораздо больше. Плюс я ещё немножко прокачался. Ещё два уровня. Замечательно. Я думаю, мы сегодня прокачаем. И мне 80 уровень. И виверну хорошенечко прокачаем. Погнали дальше искать альфачей. Ты не альфач? Не понял. Возможно альфач. Нет, не альфач. Нет, всё-таки альфач. Всё-таки альфач. И с него как раз прайм хитин. Но это просто рекс. С него как раз прайм хитин добывается. Замечательно. Слушайте, это просто супер. Там ещё у нас скорпионы. Секунду. Я у тебя всё заберу. Ловушка. Прикольно. Тихо. Не надо. Тихо. Тихо-тихо. Но это на самом деле так. Ерунда. Как помните, вот здесь на пляже, где-то здесь на пляже, мы с вами видели огромное количество альфа-каркиносов, которые заспаунились... Да, вы сами всё видите. В виде вот такого огромного рахнида какого-то. Я не знаю, что это такое. Я могу их продамажить попытаться? Мы просто сейчас с них такое количество опыта будем получать, дикое. Ну, в общем, вы этого не видели. Вот только один момент. Я вот боюсь туда подходить и кусать их, потому что, если мы с них попытаемся снять шкуру, то есть укусить и снять хитин, там такое количество хитина сейчас выскочит, что есть огромный шанс, что сервак повиснет. Потом зайдём, будем трупиком и я, и Виверна. Но зато это очень большое количество опыта. Ещё один уровень у меня, то есть это получается 70-ый. Нужно вкачать ещё 10 уровней, но, в принципе, вот они вот здесь вот стоят. Я знаю, что думаю? Что когда мы разобьём эту пачку, альфа-каркинос, он выживет. Умрут все, которые не альфачи. Альфа должен остаться. Альфа-каркинос 170-го уровня. Замечательно, до свидания, просто до свидания. Этот мелкий. Так, ну что, проверяем, сколько мы с него про хитина соберём. Надеюсь, очень много. Облом. Это обычный хитин. Это не модифицированный альфа-каркинос. Альфа-каркинос очень-очень странно, кстати. Досадно, ну, зато будем знать, что вот да, вот с этих вот чудовищ мы с вами не собираем. Альфа-хитин. Но давайте посмотрим, что в инвентаре. Его лапа и больше ничего. То есть единственное, что мы с них можем собрать, это опыт. Ну, то есть можно спокойненько их забивать ради опыта. Ну что, у нас уже с вами 80-ый уровень, даже половина от 81-го. Я себе наконец-то на сервере обратно включил амникуляры. То есть мы с вами можем видеть, сколько там здоровья у динозавров, сколько у них оглушения. С этим все нормально. Я знаю, что есть и другие модификации, которые также работают. Но мне нравятся амникуляры из-за того, что они не рушат сервер. Они уже давненько заброшены и вообще они ни с чем не конфликтуют. За все это время ни разу не было случая, чтобы из-за них у меня серваки висли. У других модификаций это бывает. Сейчас еще немножечко металл подсоберу, домой отнесу, потому что металла сейчас недостаточно. Металла нам понадобится реально много. Тут, конечно же, лучше приручить дедекурусы и анкилозавры. Давайте сейчас прямо это и сделаем. Ну вот, они здесь. Я же помню, что я где-то их видел. Так, какого вы уровня? 50-й нет. Слишком маленький. 260-й. Во, замечательно. 260-й. То есть, смотри, мы сейчас вот этого 50-го быстренько с тобой рубим. Вот так вот. Раз. Второй. Успел согреться? Успел. Ну ладно, ничего страшного. Так, на тебя на пассивку. Сейчас, погодь. Погодь, погодь. Ты куда пошел, а? Что там у тебя за злодейские мысли, а? Отстань от моей виверны. Ну, можно вот так вот, в принципе. Можно даже стрелы не тратить. Нужно было сделать, естественно, металлические пики, но это чуть попозднее. Давай. Я имею в виду металлические транквилизирующие пики. Они не такие дорогие. Они на самом деле очень и очень дешевые. Есть, все. Наконец-то. Наконец-то. Так, вот тебе парочку опятов. Раз. Возможно, что все опяты на него сейчас потратим. Но не суть важно. Слетаем еще, потом сделаем. Так, у тебя просаживается всего где-то на 400 гол, да? Угу. Скорость приручения запредельная, конечно. Слушай, а у нас там из дилофазавриков киблов не было? Подожди. Бронтозавр. Анкилозавр. Так, корнотавр. Сарказух. Галимим. Титанобо. И додошки. Нет, нет, у нас нужны киблов. Ладно, тогда придется просто-напросто делать больше опятов. У нас с тобой готовость литра. Делаем сейчас 60. Это еще 6 опятов. Нормально. И нам еще нужно сделать с тобой, естественно, наркотики. Смотри, я совершенно забыл. Мы с тобой уже можем делать седативки. Это 10 кристаллов, 50 наркотиков, 40 редких грибов, 30 редких цветов и яд титанобо. То есть, блин, слушай, ну нужно будет сейчас нафармить на них. То есть, вот анкилозавра мы с тобой при помощи опятов приручать не будем. То есть, если опяты потихонечку будят его и понижают еду, то есть, ну, голод, да, прибавляют, то вот седативочки, они просто полностью убирают еду и наоборот повышают полностью оглушение. Так, у нас здесь вышло небольшое недопонимание с раптором и 100% эффективность не получилась. Очень-очень досадно. Анкилозавра можно найти и более такого скромного, да? Хорошо попал, да, хорошо попал. Вот из этих сиреневых растений я же добываю редкие цветы, нет? Как странно, должен добывать. Да, вот есть редкий цветок, но просто их здесь очень мало на самом деле. Но, пожалуйста, кружочек сделал, у нас с вами 18 цветов, 13 грибов, наркотики, точнее наркобери. Так, секундочку, и это дело пошло сюда, быстренько крафтим с вами наркотики. 100, 172, нормально. Так, еще раз. Давай идем сюда. Седативка, она делается не в кармане, видимо, она, видимо, сделается здесь. Съедобная, да, наркотики, седативный наркотик. Так, секунду. Значит, сюда это, сюда грибы, не хватает чуть-чуть грибов, 4 штучки, наркотики, кристаллы, яд титанобо. Яд титанобо у меня абсолютно точно есть. Яд титанобо у меня где-то был. Одну секунду. Очень странно, яда у меня не оказалось. Погнали добывать. Ну вот у нас, смотри, титанобо, раз. Да, сейчас добудем быстренько. Что там происходит? Сумка есть? Сумка есть, вон. Ай, вижу, вижу, вижу. Хорош. Пожалуйста, сразу у меня яд. Отлично, 2 единицы здесь. И тут, пожалуйста, тоже. И 2 единицы здесь. Великолепно, сразу 4 единицы, потом еще подсоберем. И нужно заглянуть еще разик на болото, потому что нам немножечко не хватает редких грибов. Я хотел проверить одну вещь. Так, во-первых. Вот это вот мы отсюда убираем. Ага, до свидания. Я хотел проверить, чем лучше их добывать. Вот если я так буду добывать, у нас с тобой, ну, в основном так, дерево, 3 гриба. Хорошо, а если так? Ну, та же самая петрушка. На самом деле, никакой разницы. Слава богу, что их здесь раскидано очень много. Это нужно собирать на ком-то, кто хорошо добывает дерево. Может быть, даже на трицератопсе сюда стоит приехать. А может, даже и не дерево. Может, трицератопс, может, еще кто-то. Потому что я помню, что кто-то прям замечательно собирал вот с этих вот пней жемчуг и редкие грибы. То есть, я-то вот так собираю в основном, естественно, дерево. А мне нужно все остальное добывать. Ладно, понятно. Хотя бы чуть-чуть добыл. Мне этого сейчас на одну седативку хватит. Погнали обратно. И снова летим в пустыню. Смотри, я уже вижу анкилозавра. Вот он. Шикарно. Сейчас не знаю, какого уровня, правда. Ну, вот там еще один. Я не знаю, какого уровня. Этот сотый. Давай, может быть, действительно, что-то немножко повыше уровнем. А этот-то сто двадцатый. Тем более, смотри, можно вообще приручать его пассивно. Но я типа не хочу пассивно. Я там вижу Терексу. Ну, ладно, на самом деле Терексу. Это не страшно. Что, погнали? А у меня стрелы-то хватит. Он что-то как-то развернулся и побежал. Я надеюсь, что всего хватит. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Нужно срочно убирать Терекса этого отсюда. Только сначала его усыплю. Отлично, он уснул. Терексика бы тоже было классно приручить. Ну, просто чтобы был. Нет, этот маленький 110-й. Потому что здесь же модифицированные тираннозавры. Они посильнее, чем обычные. Они реально посильнее. Но нет, ладно, бог с ним. Этого пока что просто убираем. Здесь вроде больше никого я не вижу, да? Да, вроде агрессивного больше никого нету. Так, секундочку. Вон анкилла. Ну, здесь должно быть приручение очень быстрым. То есть мы тебе закидываем, естественно, седативку. Прожимаем. Вот тебе твоя еда. Приручайся. По 1,7 приручается. То есть здесь нам с вами вообще уже больше ничего не нужно. Никуда ездить. Просто сидим рядом с ним. И ждем, когда он приручится. Плюс давайте себе немножко неочищенной соли добудем. Я думаю, что может пригодиться. У меня, кстати, есть небольшое предложение. Сейчас мы с вами быстренько делаем на него седло. Хватаем и тащим на болото. Посмотрим. Может быть, мы при помощи этого анкилозавра сможем в большом количестве добывать оттуда, ну, грибы и жемчуг и прочее. Потому что нам это дело понадобится. Вот так киркуя добывать это вообще не айс. Пеньки уже восстановились. Замечательно. Ты что-то как-то приземлился там. Не очень хорошо это не находишь. Во, так-то лучше. Так, давай мы с тобой все-таки попробуем это дело добыть. Глядишь, может быть получится. Да, он хорошо ездит. Ну, вот о чем я, в принципе, и говорил. Ты сейчас это видишь? 87 жемчуга. 108 черного жемчуга. Да, грибы не очень хорошо собираются. Согласен. А если я вот так укушу? Правой клавиши мыши нет? Нет, правой клавиши мыши нет. Зато жемчуг как собирается офигенно. Бау. А вот эти вот растения, это что такое? Это просто... Это просто так или что это? Что за цветки? Подожди, что за цветки? Мне прям очень интересно. Вот тебе носимый вес. Давай-ка попытаемся их собрать. Они вообще собираются? Обычные ягоды, стимберри, ничего особенного. А вот зато вот с этих деревьев, ты посмотри, три гриба. Вот там еще деревья. Но вообще, честно говоря, не знаю. Если не ошибаюсь, анкилозавр довольно-таки неплохо плавает. Да? Четыре гриба. Шесть грибов. Вау! Пираньи. Плевать. Гасим пираньи. Хорош. Нормально, нормально, нормально. Он действительно очень круто ездит, смотри. Здесь добываем с тобой, смотри. Правой клавишей мыши добываем редкие цветы. Вот откуда добывать редкие цветы нужно. Смотри, вот с этого тростника. Ой, я случайно. Вот этого не нужно было делать. Он сейчас прилетит атаковать меня. Он сейчас обидится и прилетит меня бить. Достал. Нормуль. То есть, смотри, в общей сложности у нас с тобой сейчас получается 57 грибов, как вот с куста, да? 18 цветов. Причем цветы мы с тобой даже не собирали. Подожди, а вот если я здесь ущипну цветы? Нет, здесь цветов мало. Вот отсюда цветов много. Класс. Два, семь. Все, отлично. Это самое выгодное сегодня приобретение наше. То есть мы теперь спокойно в огромном количестве сможем делать седативки, ничего не опасаясь. И я на самом деле потихонечку поехал домой, потому что этого нам сейчас хватит. Мне нужно очень серьезно сейчас поформить металл, закинуть все это дело в печку, чтобы у нас там поплавилась медь. Ух ты, господи, как тяжело. Я тебя понял. Ну что ж, ребят, у меня пошел второй день записи. То есть этот выпуск я уже снимаю два дня, просто снимаю только. Соответственно, смотрите, у нас сейчас уже здесь стоит Metal Blast Forge. Давайте объясню, что это такое. Для тех, кто не знает модификацию Steampunk. Соответственно, у нас с вами в Steampunk есть, ну, вот такие вот очень классные построечки всякие разные. Но для того, чтобы это все производить, нам нужны с вами медные пластины. Вот как раз с первым пунктом она здесь есть. А чтобы производить медные пластины, нам нужна медь. Медь делается вот в такой вот печи. Собственно говоря, вот здесь она производится из угля, камня и слитков металла. Слитки металла переплавляются здесь же. Печь работает на селитре. Уголь делается просто из дерева. Закидываем сюда дерево, и у нас производится уголь в довольно-таки большом количестве очень быстро. Собственно говоря, сейчас у нас производится медь. Также, вообще, по печкам. Смотрите, если мы введем сюда в граммах Forge, то у нас с вами здесь есть две печки. Вот это Metal Blast Forge, на нее нужен жемчуг, металл обсидиан, цементная паста, то есть довольно-таки дешевая. И она может производить медную руду, вот это вот. А дальше на 35 уровне появляется Industrial Copper Forge. И здесь из медной руды уже можно делать медные пластины, но и также, если не ошибаюсь, медную руду здесь тоже делать можно плавить. То есть нам нужна вот эта печка и та печка. Причем ту печку вторую придется поставить, скорее всего, в двух экземплярах, чтобы все немножечко быстрее плавилось. А также в этой печке у нас как раз делаются алмазы. Ну, типа грубые бриллианты написаны, но на самом деле, ну, как бы алмаз, наверное, это переводится. Нам нужно 5 алмазов, чтобы сделать на 80 уровне в стимпанке, как я уже показывал, вот эти вот бриллианты установки. То есть вот это вот на самом деле насадка, вот это двигатель для бура. То есть здесь на двигатель нужно 100 пластин и насадочка. То есть одна насадочка добывает камни и металл, вторая насадочка добывает, если не ошибаюсь, кристаллы, редкие грибы, еще что-то нужно будет смотреть. Честно говоря, уже не помню. Самое дорогое это как раз двигатель, потому что он делается из медных пластин. То есть нам нужно с вами вначале поставить вот такую плавилку, потом поставить ту плавилку, которая открывается на 35 уровне. На нее нужно 200 вот такой медной руды. На нее нужны слитки. Кстати, самое классное, что в этой печке получается из одной единицы металла два слитка. Вот так вот, то есть здесь так плавится, что из одной единицы металла два слитка получается. Так, если не ошибаюсь, вот эта печка крафтится здесь вот в Steam Workstation, то есть это верстак из стимпанка. Ну, а здесь также нужны на него стеклянные панельки. Делаются они просто из кристаллов. Подожди. То есть нам с вами нужно сделать 20 вот таких панелек. Давайте поставим их крафтиться. И тогда у нас все абсолютно будет. Все да не все. Еще нужна будет цементная паста. Здесь у меня сколько скрафтилось за это время? Нисколько уже не скрафтилось. Нужно по новой ставить. 76 могу сейчас, да? 600 камней, 200... 2300. Так, секунду. И пока у нас там все плавится, у меня здесь где-то рядом с домом бегал альфа-паразавр. Давайте-ка пролетимся, кружочек сделаем, посмотрим, здесь ли он еще или уже все. Или его здесь уже нету. Потому что, возможно, времени прошло довольно-таки много. Я заходил сегодня с утра, смотрел. То есть он был. Сейчас его уже нету. Смотри, что бегает. Это же Традон. Да, это Прайм Традон. Тихо. Все, разобрались с его компашкой. Ну его нафиг отсюда. Вот такой компании мне здесь абсолютно точно не нужно. Все, Традонов убрали. Что там еще? Еще кто-то? Жук. А, нет, просто жук. Титана-муравей с Адлад. Не страшно. Может быть, что-то здесь вкусное будет, да? Ну, кристаллы вот эти. Правда, сейчас не знаю, для чего они мне нужны. То есть, если не ошибаюсь, это оперативные кристаллы, да? То есть самоцветы. И эти самоцветы нам с вами понадобятся... Ну, я не знаю, в крафте каких-то вещей забираешь. Да, кстати, у меня в кармане вот такой вот шлем альфа-травоядных. То есть, надев этот шлем, можно подходить к травоядному и не бояться, что он тебя атакует. Вон альфа-паразавр. Не знаю, тот или нет, тот был 260-го уровня. Давай смотреть. Нет, это альфа-паразавр 50-го уровня. Это не он. Там что у нас? Обычный Ютораптор. Вот. Подожди, подожди. Это, походу, он. Да, он был зеленый такой. Он был такой зеленый. Все, это он. Точно. Вот самочка 260-ая, 34 тысячи здоровья. И знаете, как приручаются паразавры? Паразавры приручаются при помощи киблов-додошек. То есть, очень-очень просто. Тем более, у нас с вами сейчас уже 15 киблов есть. И я хочу попытаться приручить ее пассивно. Теперь, я уже проверял, ягодами приручать нельзя. Берем киблы. И погнали к паразаврику. То есть, по идее, он на меня напасть не должен. Давай смотреть. Да, он на меня не нападает. Единственное, нельзя провоцировать по 17%. Он приручается по 17%. Обалдеть. С одного кибла. И теперь просто нужно дождаться, когда он опять проголодается. Надеюсь, что это произойдет довольно-таки скоро. Это очень быстро происходит. Замечательно. 34,5%. Ну да, так гораздо проще приручать. Потому что альфачей довольно-таки сложно усыплять. Из-за того, что у них большое количество торпора. Они довольно-таки агрессивные. И они очень быстрые. И сейчас мы с вами себе приручим первое альфа-существо наше в этом выживании. Ну, пока у меня там как раз весь металл плавится. Цементная паста делается. Мы себе альфа-паразавра приручим. Ну и тем более, 260-я самочка. Это реально топовая. И она нам реально будет очень полезна. Потому что огромное количество здоровья. Плюс мы ее с вами можем еще прокачать. Прокачать скорость передвижения. Вы сами видели, как здесь простые паразавры бегают. Я думаю, что альфа будет бегать еще быстрее. И если не ошибаюсь, ее седло делается довольно-таки просто. То есть там хитин, кератин даже не нужен вроде. Ну-ка. Все. У нас с вами появляется первое альфа-существо в этом выживании. Так. Параз. На английском, пожалуйста. Оно и так было на английском. Я взял и переключил. Альфа-паразавр. 25. Прям хитина. Эмеральд. Хитина у меня с собой нету, да? Да. Нет, есть. Смотри. Хитин. Кожа. Эмеральд. И, по идее, крафтится только оно... А крафтится оно в кармане? Да, крафтится в кармане. Нужно еще волокно. Крафтится оно довольно-таки долго. Но ничего страшного. У нас с вами появляется альфа-паразавр 389 уровня. Секунду. Что там у тебя по статистикам? 46 тысяч здоровья. Довольно-таки большое количество оглушения возможного. То есть, ну, здесь очень многие существа оглушают. Поэтому это очень важно. Плюс мы в нем, смотри, мы можем крафтить в нем всякие разные вещи. То есть оно работает как верстак. Но это самый обычный верстак. То есть не модифицированный. Грозовая виверна стоит здесь. Бегает он, ну, в принципе, так же, как и обычный паразавр. Нужно тебя просто прокачать, я думаю. Урон по 180. Ну, так, незабредельно, честно говоря. Секундочку, а почему паразавр не двигается? Я, честно говоря, вообще не понял, что произошло. Паразавр не двигался. А почему? Так хорошо, подожди. С кем ты там сражаешься-то, а? Давай всех забьем. Там раптор по ним, я вижу, да. Просто диплодок ничего с раптором сделать не может. Потому что максимум, что он может делать, это откидывать. Все, хорош. Минус диплодок 270. Эм, подожди. Я хотел тебе прокачать, на самом деле, урон ближним боем. Ну, вообще скорость у тебя прокачивается нормально. Ну, более-менее скорость прокачивается. Мне кажется, тот обычный паразавр, который у нас был, он был гораздо быстрее. По поводу сбора ягод. Ну, в общем, ну так. Я бы не сказал, что очень круто. Но собирает. А помнишь, что было на болотах? Может быть, прямо сейчас на болотах на нем съездить? Урон, смотри, 433. Уже. Обалдеть. Обалдеть, у паразавра. Урон 433. Яйца валяются. Сейчас тоже можно соврать. Тихо, тихо, тихо. Я тебя вижу. До свидания. Капрозухи, это довольно-таки страшные твари. Это чьи яйца? Димитродонов. Яйца димитродонов. Обалдеть. Классно, заберем. Может пригодиться. На тебе еще урон в ближнем бою. Ну, кстати, обычный паразавр быстрее бегал. Вот это вот странно. Потому что, действительно, обычный паразавр бегал быстрее. Можно ему, конечно, прокачивать скорость передвижения. Но, типа, не знаю. Ладно. Давай здесь посмотрим. Редкие грибы, жемчуг, черный жемчуг. Неплохо. Ну, то есть, неплохо то, что мы еще и редкие грибы собрали. Но, мне кажется, анкилозавр тоже периодически собирал. В основном, смотри, конечно же, собирается жемчуг и черный жемчуг. То есть, я хотел вот это вот протестировать. Вот здесь вот. Ну, вот здесь же должно быть прям очень хорошо все, да? Редкие цветы. Что там происходит под водой? Пиявка, что ли? Нет, что-то у меня... Что-то какое-то отравление пошло. А, я понял. Я понял. Это Трайвзман. Сиреневый Трайб. Трицератопс, анкилозавр. Да-да-да-да-да. Сиреневый Трайб. Откуда он здесь вообще взялся? Раньше их здесь не было. Они очень опасные, потому что они усыпляют. Ну-ка, что там у тебя еще есть? Больше ничего нету. Ну, давай протестируем. Просто у меня такое ощущение, что вот он как-то сейчас собирает хуже, чем анкилозавр. Да, не находишь? Анкилозавр как-то все это дело собирал побыстрее. Пошли немножечко сейчас попытаемся вот эти вот деревья погрызть. Просто на вот этом паразавре гораздо безопаснее из-за того, что... Ну, 14 редких грибов. Неплохо. А, неплохо. На паразавре гораздо безопаснее. Просто из-за того, что у него гораздо больше здоровья. И вырубить его гораздо сложнее. Даже усыпить гораздо сложнее 14 грибов. То есть, если на анкилозавре мы с тобой хорошо собирали редкие цветы, очень хорошо прям, то есть здесь мы с тобой... У-у-у-у, 18 редких грибов. Ты смотри, а. Ну ладно, 6, предположим. Главное, какую-нибудь пиявку не нарваться с болезнью, потому что такое может случиться. Это будет крайне неприятно, придется лекарство делать. Ну и в принципе ладно, больше не нужно. Так, давай-ка мы тебе еще прокачаем скорость передвижения, чтобы ты побыстрее был. Сколько грибов? 90. То есть, да, на нем гораздо удобнее собирать грибы, чем цветы. А вот на анкилозавре было лучше собирать как раз редкие цветы. И у нас с вами должны быть готовы стеклянные пластины. Где они? Вот у нас стеклянные пластины. Можем наконец-то сделать... Стеклянные пластины. Не могу забрать, потому что перегруз. Забираем стеклянные пластины. И вот теперь мы с вами наконец-то можем сделать этот верстак из тимпанка. Если не ошибаюсь, он точно так же, как все остальное здесь подбирается. То есть, мы сейчас пока что временно поставим его где-то здесь. Ну, просто вот где-то вот здесь, вот без разницы. Вот так вот влепим. А потом его отсюда можно просто будет подобрать. Да, вот можно подобрать, так что ничего страшного. И вот здесь уже в разделе постройки, потом плавилки, вот здесь вот уже можно как раз будет сделать себе эту плавилку. То есть, нам сюда нужно еще... А, понятно, мы немножечко медь истратили на верстак. И еще нужна медь, чтобы сделать эту плавилку. Также нужна цементная паста, которой мне теперь не хватает У меня всего 127 Давайте еще раз, постройки, плавилки У нас с вами получается медь есть, слитки, металл есть Цементная паста есть, нефти не хватает Ну а за нефтью просто нужно будет сгонять в зимний биом Потому что там ее на побережьях довольно-таки большое количество Но я предлагаю на этом этот выпуск завершить Потому что сегодня сделали очень много Я за кадром очень серьезно пофармлю Мне нам нужно с вами очень большое количество металла, меди И прям бешеное количество меди И в следующем выпуске мы с вами продолжим разбираться со стимпанком Точнее уже начнем строить себе обязательно базу То есть вначале просто самую базовую постройку сделаем Куда перенесем все основные вещи Плюс перенесем отсюда всех животных Потому что жизнь здесь абсолютно небезопасна Также сегодня с вами приручили себе альфа-паразавры И это действительно круто Потому что у нас появляется первое альфа-существо Ну а на этом абсолютно точно давайте завершать Я надеюсь, что вам этот выпуск понравился Если так, пожалуйста, поставьте лайк Продолжать будем в следующем выпуске Будет он завтра или не будет, точно не знаю Потому что вот этот занял у меня два дня Реально два дня На этом все Удачи, друзья, пока Увидимся в следующем выпуске Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok